привет всем дорогие друзья и подписчики моего канала эти навигатор с вами в сегодняшнем видео хотел бы поговорить с вами о причинах сменить вашу windows 10 на какой-нибудь дистрибутив linux хотелось бы рассказать о тех реалиях и причинах с поправкой дано уже наступивший 2018 год windows 10 вышла не так уж давно большинству пользователей она понравилась это похоже самый рациональный вариант операционной системы от microsoft на сегодняшний день но не все люди рады этому обновлению есть такие кто ищет альтернативы именно для таких людей и посвящается данное видео не нужно как бы вудить в комментариях windows это самая лучшая операционная система вот я могу могу играть там свои игры замечательные качать там я не знаю торренты ставить игрушки и прочее прочее ваш linux дерьмо потому что там в игры не поиграешь если вы не понимаете философии linux то это не означает что все дистрибутивы linux плохие ни для чего кроме системных администраторов не годны повторюсь это видео для тех кто ищет альтернативу для людей исследователей для тех кто хочет вкусить чего-то нового и так в этом видео я хочу рассмотреть 9 причин почему вам стоит сменить свой windows 10 на linux linux эта платформа с открытым исходным кодом на которой основаны множество операционных систем и вот эти несколько причин почему вы должны оставить microsoft и перейти на свободное программное обеспечение ну вначале давайте их перечислю и далее по существу первое это любой дистрибутив там за исключением того же redhead и opensuse enterprise и прочих это бесплатная то есть любой дистрибутив это бесплатная операционная система вторая причина бесплатные приложения третье больше безопасности четвертое работает на старом оборудовании на любой старенький ноут вы ставите какой-нибудь дистрибутив с оболочкой motel либо xfce и радуетесь жизни своим гигабайтам оперативной памяти со стабильностью и прочими пирогами 5 нет централизации 6 причина серьезные отношения к конфиденциальности все мы помним скандальные публикации о том что windows 10 отправляет персональные данные пользователи на сервера телеметрии прочим прочим седьмая причина открытый исходный код 8 гибкость в настройке и 9 одна из самых основных это стабильность да вы можете сейчас что привлечь какие-то доводы против сказать что никогда некоторые дистрибутивы там кражется и так далее я парирую эти доводы тем что если вы используете lts дистрибутив с длительным сроком поддержки стабильный какой-нибудь релиз то в нем плюс минус проблем не будет вообще если вы следите на той же ubuntu lts ну там все прекрасно скажем так другой момент если вы используете там ту же fedora который является испытательным полигоном для редхета и содержит как бы не совсем стабильные пакеты либо ту же ubuntu там не знаю какой-нибудь 1704 1710 которая не является дистрибутивом с длительным сроком поддержки ну по сути тоже как бы до испытательный полигон для разработки то это вы сами понимаете что на что вы идете на какие риски ну и давайте по каждой из приведенных причин поподробнее первое это бесплатная операционная система все операционные системы основаны на платформе linux совершенно бесплатно вам не нужно тратить много денег чтобы купить например ну ту же ubuntu либо славно известную fedora linux все что потребуется это usb накопитель подключение к интернету и немножко знаний которые вы можете подчеркнуть ну например на моем канале вряд ли существуют какие-либо операционные системы основанные на ядре linux которые продаются за деньги ну кроме перечисленных компаний и коммерческих дистрибутивов ну скажем так когда дело доходит до рабочего стола цена стоит 0 долларов это отличный вариант для тех кто не может заплатить 200 долларов за полнофункциональную версию windows опять же если вы не геймер то дистрибутив linux до выбранный по вкусу и цвету скажем так это идеальный вариант для вас если вы геймер ну добро пожаловать steam с ну либо windows ваше все вторая причина бесплатные программы огромное количество свободных программ звучит интересно не правда ли если вы установите ubuntu на свой компьютер или ноутбук вы получите доступ к тоннам полностью бесплатного программного обеспечения принцип ubuntu и linux в целом состоит в том что программное обеспечение должно быть свободным программа ну это как рецепт приготовления кулинарного блюда одни и те же программы выполняют свою работу какие-то хорошо другие ну скажем так не очень когда вы придумываете новое кулинарное блюдо вы делитесь его рецептом с друзьями знакомыми и каждый может изменить его как хочет скажем тогда принести щепотку специй чтобы это блюдо по и заиграла по-новому и скажем так смаковала получше такие программы должны свободно распространяться между пользователями без каких-либо ограничений это есть главная идея свободного программного обеспечения что любой может принести свою лепту если есть какой-то недостаток либо пожелание от вас что-то улучшить вы всегда можете это сделать да думаю вы найдете несколько коммерческих платных программ для linux но их очень мало windows тоже есть свободное программное обеспечение и как правило эти программы не первого класса adobe скорее всего никогда не портирует свой photoshop для linux зато у нас есть gimp замечательный графический редактор да скажем так чем-то он возможно и вступает тому же adobe но все же это мощный и самое главное бесплатный интерфейс это большой проект с открытым исходным кодом который разрабатывает большое количество людей gimp это открыли отличный редактор фото для linux также у него есть версия даже для той же windows третья причина больше безопасности огромное преимущество linux это его отношение к безопасности например вы не можете установить любую программу случайно без ввода пароля все про все программное обеспечение при добавлении в дистрибутив и репозитории проходит тщательную проверку на наличие вредоносного кода за надежностью пакетов следят сами разработчики того или иного дистрибутива а также поскольку у программ с открытым исходным кодом то есть так как они с открытым исходным кодом обнаружить и сообщить о проблеме может любой пользователь четвертая причина множество дистрибутивов linux работает на старом оборудовании вы вряд ли найдете копию современной операционной системе от microsoft которая запустится на устройстве с 128 мегабайт оперативной памяти а вот linux вполне может если у вас есть старый компьютер несовместимый с windows 10 вы можете установить на него специальный linux дистрибутив рассчитанный на старое оборудование например ту же в убунту она может использовать очень мало оперативной памяти и позволяет пользователю наслаждаться современной операционной системой ну скажем так на старом компьютере пятой причиной нет централизации при использовании linux вам не нужно иметь одну учетную запись для microsoft office там 365 xbox live skype и one drive вам не нужно участвовать чей-то экосистеме и linux не переполнена видением только одной компании вы можете выбрать сами что использовать любой дистрибутив на ложку с пожалуйста 6 причина это серьезное отношение конфиденциальность windows 10 конфиденциальность пользователей попросту игнорируется да как бы упоминал немножко об этом ранее много аспектов windows 10 переходит черту неприкосновенности частной жизни пользователей они говорят что это нормально то что они собирают данные вас microsoft собирают информацию о местоположении вашего устройства ваши заметки календаря сообщение электронной почты тексты контактную информацию и это этот список можно продолжить ну плюс минус до бесконечности уже довольно много написано о том как microsoft обрабатывает частную информацию пользователя в интернете и вы без труда сможете найти эту информацию если вы цените вашу конфиденциальность не стоит использовать windows 10 это не анти пиар это выбор каждого но если вы заботитесь об этом ну я бы не рекомендовал большинство если не все дистрибутивы относятся к вашей конфиденциальности очень серьезно вы не найдете ни одной программы которая будет собирать вашу личную информацию для своей финансовой выгоды еще очень важно что если какой-либо линус дистрибутив начнет игнорировать ваше право на контент к на конфиденциальность это сразу же будет замечено большим сообществом сообществом разработчикам и быстро исправлено да вы можете сказать была такая галочка в ubuntu с unity в дэш для отсылки данных но опять же эту галочку одним кликом вы отключаете ничего не отправляет и начиная с версии 1604 эта галочка отключена по умолчанию то есть пользователи заметили сообщество подняла бучу и эту проблему устранили вы видели такое windows но не думаю они скажем так плевали с высокой колокольни и как отправляли данные на сервера так и делают это дальше седьмая причина это открытый исходный код open source когда большинство если не все дистрибутивы распространяются с открытым исходным кодом установочный диск любого линус дистрибутива скорее всего не будет содержать никаких закрытых приложений это позволяет передавать операционную систему бесплатно а также законно ее модифицировать это значит что вы можете изменить свою систему как только пожелаете никто не мешает вам зайти на какой-нибудь гитхаб аккаунт компании разработчиков или там данной репозитории где это все хранится забрать исходные коды и пошаманить дома ну скажем так если у вас есть такое желание это это хорошо друзья 8 причина гибкость в настройке вы когда нибудь хотели изменить иконки папок или программ windows а вид курсоров заставку ухода загрузки или панель задач или может заменить стандартный explorer на какое-нибудь другое окружение рабочего стола операционной системе от microsoft это невозможно да вы можете там скачать какой-нибудь альтернативу типа total commander да но это не совсем то скажем так нет да есть сторонние программы которые там озвучил скажем так потому что скажем microsoft придумала защиту почему не может поменять это все microsoft придумала защиту и все файлы стилей зашитые в системной библиотеке вы можете скачать какие-нибудь там твики и так далее но согласитесь кто гарантирует что с этими твиками вы не занесете какую-то дичь вашу операционную систему чтобы что-либо изменить нужно патч эти библиотеки это может пользоваться с собой те глюки до которые озвучил дистрибутивах linux все совсем не так вы можете изменить все что угодно начиная от картинок и тем рабочего стола до заставки загрузки да и вообще все что вы можете вообразить вследствие это ваша система linux может стать полностью уникальной чего нельзя сказать о windows 10 9 и одна из самых значительных причин почему собственно я уже не загружался на windows но месяцев так два из-за того что да там я люблю поиграть в танки но основная операционная система моя это иных дистрибутив windows мы часто сталкиваемся с различными проблемами установили например несколько программ или игр и понеслась то звуковой драйвер полетел то нужная программа не запускается то компьютер не включается а там важные документы были и вообще нет времени сейчас на переустановки ну или как было в моем случае когда я писал диплом будучи студентом и придя домой мне нужно было срочно скинуть файлы на скажем так съемный диск да там на флешку и там пойти в копий центр там чего-нибудь распечатать да вы скажете облака все такое но банально забыл закинуть на google диск но моя windows 10 на тот момент да я делал в орде почему не рину все ну потому что дабы нормально скажем так совместимо распечатать и мой дипломный руководитель у него было то же самое у него windows да мне приходилось использовать windows хотя я тогда уже записывал для вас ролики но не суть нужно было срочно скинуть файлы а моя windows 10 обновлялась вышел по моему какой-нибудь там anniversary апдейт или чего-нибудь в этом роде и два часа я не мог получить доступ своим файлам из-за этого пришлось менять планы звонить руководителю и как бы сами понимаете этот неловкий момент ну скажем так да мне совсем хорошая история да если только работать word не запускать сторонние программы и ничего не скачивая то система будет служить годами но даже тогда со временем застряется реестр и windows начинает заметно тормозить скажем так windows 10 эта ситуация немножко лучше тем чем той же семерки но опять-таки от нее не ушли полностью в linux же ничего не сломается пока вы сами это не сломаете случайно или специально да такое бывает если вы хотите чтобы компьютер работал не трогайте те компоненты которые могут привести к сбоям а так у вас останется полная свобода настройки интерфейса и установки программ как моем случае когда я не играюсь с драйверами с какими-то системными файлами у меня все замечательно тот же linux mint у меня ну порядка полгода или кнут с выхода linux 18.3 cinnamon также рядышком совершенно спокойно стоит соус третий версии но скоро будет запись ролика об опыте эксплуатации с помощью соус linux я разработал один небольшой проектик на react.js об этом скажем так будет некоторый обзорчик до в будущем то все замечательно windows но не знаю с всякими приколами сами понимаете ну и давайте подытожим с каждым годом появляется все больше и больше причин чтобы перейти с windows на linux и уже нет сомнений что linux превратилась с операционной системы только для хакеров в то что может попробовать каждый ведь не зря на линуксе сейчас работает моя девушка у моих родителей linux и у всех все замечательно все довольны система не глючит загружается быстро и ну скажем так люди да не играют в игры и у них все круто все работает плавно и быстро нет никаких глюков и моя мама не станет почему у меня там то ли иное приложение там зависла и почему в мои файлы на мои флешки они скрыты почему заразилась вирусом надеюсь этот список скажем так причин поможет тем кто еще не уверен нужно ли отказываться от windows 10 и находить на тот кто находится в поисках лучшей платформы которая уважает свободу выбора и неприкосновенности частной жизни повторюсь этот ролик для тех людей кто ищет альтернативу надеюсь он будет для вас полезен я ни в коем случае хочу сказать что windows 10 это вообще-то операционная система которой нельзя пользоваться да есть и задачи которые нельзя сделать на винт на linux и для которых windows 10 подойдет лучше да это есть тот же гейминг работа специализированных приложений там тоже 3d моделирование в общем друзья выбирайте операционную систему под ваши нужды всего вам доброго жду от вас замечательных комментариев повторюсь наши социальные сети это twitter и telegram ссылочки в описании мне важно ваше мнение жду ваших комментариев ставьте лайк если было полезно и подписывайтесь кто еще не подписан спасибо за внимание и до новых встреч пока пока